Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами посмотрим, как фармит Центурион МК-5-1. Я не буду рассказывать о танке, есть обзор у меня на канале. В конце видео, вот здесь вверху, я кину ссылочку на видос с обзором данной машины. Вы сможете зайти туда, посмотреть, там обсуждаются технические характеристики, ну и какие-то мелкие подробности. Также там есть несколько каток на Центурионе, которые возможно вам чего-нибудь добавят по впечатлению о данной машине. Сейчас скажу следующее. Я сделаю три катки на данной машине, потом результат суммарной серебрухи разделю на три, и мы с вами получим среднее количество серебра, которое вы сможете поднимать на данной машине, если вы игрок не скилловый, если вы начинающий, если вы просто не гоняетесь за статистикой, если вы не сильно умеете играть, если вам не так уж и много лет, и вы еще там совсем маленькие, там не знаю, вам 10 лет, 12-15, короче говоря, для тех ребят, которые не супер навороченные игроки, для тех, которые супер навороченные, вы и так знаете, на что способна машина, и если я в бою что-то делаю не так, то я как раз и играю среднестатистически. Я не пасу задних, я не умею держаться на третьей линии, мне не хватает в этом отношении выдержки, я не набиваю себе урона, стоя на третьей линии, и не хвастаюсь потом своим средним уроном, в то время как мои союзники бодаются с противниками лоб в лоб. Короче говоря, вот такой вот среднестатистический игрок. Так вот, если вы такой игрок, как я, и вы хотите понимать, какую машинку вам бы имело смысл взять себе, для того, чтобы на ней отыгрывать и зарабатывать серебро, вот я и начал снимать видео с тем, чтобы показать, как пармит та или иная машина в руках среднестатистического танкиста. Соответственно, для вас, ребят, если вы играете, как я, и процент побед ваш составляет где-то в районе 50%, мне кажется, мои видео должны быть полезными, потому что именно в моих видео вы сможете реально оценить возможности машины, если ее будете играть вы такими же, как у меня, руками, не сильно ровными, вот как сейчас, да, там, но и не сильно косыми. Короче говоря, вы можете взять, посмотреть видео какого-нибудь именитого обзорщика, который суперскилловый, который заезжает в рандом, всех разрывает, показывает вам, что вы будете за бой вывозить по сотне, по две сотни серебра, но только учтите, ребят, что вы не играете так, скорее всего, а значит, ваши шансы на такую же результативность гораздо меньше. Ну и, соответственно, мой обзор, мне кажется, более честным и более показательным для средняков. Итак, ребят, пока суть до дела, скажу свои впечатления о Центурионе. Центурион машинка для меня неоднозначная, потому что сказать, что он имба в средних руках, ну, как бы не совсем, ребят, вот серьезно, абсолютно не совсем. Дело в том, что для имбы в средних руках ему существенно не хватает брони. Точность у орудия просто шикарная, вот прям, вот радует-радует. КД просто обалденное. Можно довольно-таки успешно отыгрывать на данной машине от башни. Вот сейчас косанул, мог бы закинуть сейчас в нижний бронелист, но, к сожалению, я сглупил и психанул, раньше стрельнул, чем надо было. Так, сейчас немножечко поразбираем. Благо, не приходится использовать в этом бою голду. Ну, сейчас меня, скорее всего, будут выносить. Все-таки, как-никак, товарищ бронированный. Так, попытаюсь немножко откатиться. Все-таки объектик перезаряжается долговато. Это мой шанс кинуть хотя бы еще одну тычку. Жалко, конечно, что меня сейчас вынесли, потому что это существенно отразится на количестве серебра, так как после того, когда вас убивают, с вас еще снимается за ремонт техники. Итак, первый бой мы, ребят, отыграли. Записываем свои честные результаты и смотрим на нашу результативность, то есть, что нам понадобилось для того, чтобы получить такой результат по серебру. 2400 единиц урона, знак классности третьей степени. Ну, в принципе, как бы довольно-то и неплохо. Не имбово, не прям нагнул всех, но сыграл. Теперь давайте посмотрим на результат по серии. Серебром я буду брать без учет премиум аккаунта. 38000 серебра с премиум, если захотите, посчитайте себе отдельно. Что это в результативности нашей команды? В результативности команды второе место по урону, и можно сказать, что мы с первым граничим там, можно сказать, ноздря в ноздрю. Буквально 30 единиц нас отделяет друг от друга. Погнали в следующую катку. Я не знаю, какие катки будут, я не вырезаю ничего в своих видео. Я почему и говорю о том, что мои обзоры являются максимально честными, потому что я не играю огромное количество каких-то каток, и не вырезаю из них потом самые красивые и показательные бои, и не говорю, что вот так вот машина будет вести себя в ваших руках. Я просто беру машину, при вас выгоняю ее из ангара, играю так, как сыграла команда, так, как сыграл я, тупанул я, не тупанул. Ну, то есть у каждого в свои бывают ситуации. Если вы там мега какой-то подкованный, может вы гораздо меньше тупите в боях, знаете все тактики, стратегии и так далее. Но таких ребят очень мало. И мне кажется, что как раз больший процент игроков играют приблизительно так, как играю я. Ошибаются, принимают неправильные решения, едут отдельно от команды или наоборот едут с командой, вместо того, чтобы отдельно где-то в тыл проскочить. Короче говоря, каждый играет по-своему. Так вот я свои видео снимаю без вырезок, без склеек, и плюс к тому, ребят, все, что у меня есть, заработано мной, моими пальцами, исключительно моими играми, исключительно моими донатами. Пускай там какие были, такие были. Я не скупал все, что ни по поди. Я знаю цену голде. И мне никто не дает никаких пресс-аккаунтов на покататься на халяву, там, где у меня прям все открыто. Или дофига голды и так далее. Меня никто не подкармливает. Поэтому, ребят, я имею смелость утверждать, что мои обзоры исключительно честные. Так, что мы имеем? Мы имеем вот такую вот беду. Надо снести вот это вот, для того, чтобы видеть противников. Благо, КД позволяет это делать. Рушка молодец, прорвалась. Но, честно говоря, на этом она и поиграла. Попробуем выцелить кепку у этого товарища. Благо, пушечка, как я говорил, точная. Мне она этим как раз и нравится. Что точность у орудия просто шикарная. Можно действительно стоять на средних расстояниях. Иногда даже неплохо отыгрывать на дальнике. Так, прилетело. Неприятно. Вопросов нет. Откатимся немножечко назад. Поговаривают, но я как-то на себе не замечал, что на Центурионе очень классно можно отыгрывать от башни. Но я как-то как не играю от башни, то ли я не сильно хорошо играю от башни, то ли все-таки приукрашают вопрос башни, меня все равно в башню пробивают. То есть вот что бы я ни делал, как бы я ни становился, а башню мне шью. Реально уже товарищу из кепки решито сделал. Можно вермишель отбрасывать. Ну, сходись давай. Не, ну вот это, конечно, не очень было хорошо. Я бы уже давно мог отбросить. Так, давай катись немножко назад, покажи нижний бронелист. Спрятал. Ну ладно. Сглазил, по-моему, я ребята по поводу кепки. Ну, вот еще чуть-чуть, еще один шотик сделать ему. Главное, от жадности сейчас не слиться. Есть, вынесли. Но за это время приехали в корму. Такое тоже бывает. Что тут у нас? А, у нас тут беда бедовая случилась. Сейчас меня будут в ангар отправлять, а я туда очень сильно не хочу. Так, ну и что делать? Ну, вот, в принципе, и закончился бой. Сделал все, что смог. Пробили меня в башенку. Ну, а с кормы, когда заехали, так вообще печалька была. Так, смотрим, что сейчас по результатам боя. Я не думаю, что кто-то может сказать, что я не сделал ничего для победы. Я сделал все возможное. Я сделал два фрага. Сделал 2500 урона. Давайте посмотрим, в результате нашей команды. Я занял абсолютно-таки с огромным отрывом в 1000 урона первое место. И давайте сейчас единственный момент пропустил. Я почему-то выключился. Смотрим на подробности по серебру. По серебрушке, с учетом того, что, ребят, мы проиграли, нам дали 23600 урона. Я напишу 24. Ну, а дальше отминусуем от следующего боя. Потому что в предыдущем я тоже округлял в большую сторону. Ну, и для чистоты эксперимента в последнем бою округлимся в меньшую сторону. Вообще, в принципе, Центурион. Машинка как бы играбельная и довольно-таки приятная. Но сказать, что прям каждый сможет на Центурионе нагибать, нет. Позитивами, как я уже говорил, является абсолютно прекрасное, шикарное КД. Довольно хорошее время сведения. И очень точное орудие. Альфы, конечно, немножко не хватает. Если вы где-нибудь занимаете хорошую позицию, то ДПМ, в принципе, свой реализовать вы можете. Но я не могу сказать, что вы будете вывозить там прям по 4-5 тысяч единиц урона, если именно будете бодаться с соперниками. Если вы бодаться с ними не будете, если вы будете где-нибудь на дальнике стоять и отбрасывать по засвету, а на вас в это время никто не будет обращать внимания, ну, соответственно, да, безусловно, вы накосите гораздо больше урона. Но здесь уже все зависит от того, какую тактику игры вы для себя выберете. Тактику стоялого где-нибудь на дальнике или выехать вот как сюда на пригорок и попытаться пободаться с соперниками. Я не знаю, может это моя ошибка. Может правильным является стоять где-нибудь прям совсем-совсем на краю карты и отстреливать по засветам. Но все-таки, ребят, не в этом, по-моему, игра. Да и если, как я уже говорил, все будут стоять, исключительно отыгрывать на дальниках. Но, соответственно, а кто будет вблизи тогда отыгрывать? Так, Индиан ПЗ, Индиан ПЗ танцует, Пантерка спряталась там. Прилетела, ох, как хорошо мне прилетела. И, в принципе, вот, пожалуйста, вам и результат. Выехал. Решили все постоять на месте. Я, как дурак, поехал, подсветил. Но на этом все закончилось. Но, как мы уже говорили, вот как бои играются, такие бои я и показываю. Заканчиваем бой, смотрим на результаты, узнаем среднее количество серы, которую вы сможете получать на Центурионе МК-5-1. МК-5-1. Итак, друзья мои, как я и говорил, вырезать я ничего не собираюсь. Это моя принципиальная позиция. Бои такие, какими они есть. Я об этом предупреждал заблаговременно. Смотрите, по итогам серебра нам, как бы, вообще ушли мы в минус. Поэтому честным будет 2000 от предыдущего полученного урона отминусовать. И тогда получается, что мы за три боя в целом получили 60 тысяч. То есть, за один бой в среднем, если вы играете вот так вот, допускаете ошибки, выкатываетесь куда-то, ну, в общем, короче говоря, упарываетесь, как это у меня получилось сделать в последнем бою, вы будете иметь в среднем по 20 тысяч серебра. Это абсолютно немного. Но, ребят, если упарываться вы не будете, то я думаю, что ваша результативность поднимется. Но несущественно, где-то в районе 30, максимум 35 тысяч серы в среднем вы будете вывозить. Да, безусловно, будут какие-то обалденные бои, в которых вы будете получать больше серы. Будут какие-то унылые или абсолютно профуканные бои, как это было в последней катке, в которых вы будете уходить в минус. Поэтому среднее я и считаю. Вот так конкретно Центурион МК-5-1 фармит в руках среднестатистического танкиста. Будьте к этому готовы, когда будете принимать решение при покупке данного танка, если вы играете приблизительно так же, как показали мои, ну, пускай не последняя катка, но первые две. Вот если вы так играете, вот на такой результат вы и рассчитываете. Безусловно, если вы более скилловый игрок, более подкованный, гораздо больше времени посвящаете игре, но, соответственно, данная машинка будет вам приносить серебрухи гораздо больше. А на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, если вы желаете получать честную, абсолютно никем не проплаченную информацию о том, как играются танки, проходные либо премиумные машины, честные обзоры на них и честная информация и обзоры на товары в магазине. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова